Сегодня знаковое событие в центральной городской больнице города Бреста. Открытие хирургического отделения, урологического отделения. Это тоже высокоспециализированное отделение для оказания помощи пациентам города Бреста и Брестского района. Изначально это все оказывалось на базе Брестской областной больницы. И с сегодняшнего дня мы можем полностью такую же помощь оказать брещанам на новой базе. Брест не имел в здравоохранении стационарной урологической помощи. На подмогу всегда приходила областная клиническая больница, а это не порядок. Решили руководители города и в прошлом году было принято решение определить условия для открытия стационарного урологического отделения. Сказано, сделано. Отделение заработало 1 августа. Сегодня состоялось официальное открытие. Открыто сегодня отделение на 40 коек. Наверное, дальнейшая работа уже подтолкнет нас на какие-то, может, углубленные операционные дела, дополнительное оборудование, которое потребуется. В целом, на сегодня полностью, наверное, мы укомплектованы и штатной численностью врачей и медперсонала. Поэтому дай бог, чтобы у нас было меньше больных, а больше здоровых. Урологическое отделение расположилось на седьмом этаже Центральной городской больницы. Рассчитано оно на 40 коек ежегодно. Здесь могут проходить лечение порядка полутора тысяч пациентов. Немаловажен и тот факт, что в полном распоряжении медицинского персонала два операционных зала. Кроме того, предусматривается значительное количество амбулаторных консультаций и манипуляций. Город Брест – это единственный, наверное, областной город, где не было своего городского отделения. И вопрос открытия городской урологии стоял уже давно и остро. Наконец-то мы его дождались. Отделение у нас открылось на 40 коек. На данный момент мы оказываем помощь плановым пациентам урологического профиля «Малая урология». В плане у нас до закупки оборудования. И где-то к Новому году мы планируем по объему и спектру оперативных вмешательств составить конкуренцию областной больницы. На данный момент у нас есть лапароскопическая стойка, у нас есть резиктоскопы, цистоскопы. У травматологов мы иногда тросим рентген-оборудование, которое у них есть новейшее, но в плане закупки своего оборудования. И ждем еще поставку оборудования для эндоскопических операций. Современное оборудование, комфортабельная палата для пациентов, уютные врачебные кабинеты, рабочие места для медицинских сестер. Из городского бюджета на эти нужды было выделено порядка 700 тысяч белорусских рублей. Условия для прохождения лечения уже успели оценить пациенты. Вызывала скорую, у меня дали. Как? Состояние улучшилось? Да, улучшилось. Уже хожу нормально в туалет. Врачи прекрасные, кормят просто замечательно. Всего хватает. Цистит. Стало плохо на скорой, сюда положили. Хорошо лечат, условия хорошие. Все хорошо. Дальше. А состояние? Состояние, ну, немножко уже лучше стало. Сначала было нехорошо, а сейчас уже. Все хорошо, спасибо врачам. Я вот только после операции, буквально час назад, прооперировали. Вот. Слава Богу, все хорошо. Поэтому, благодаря им, мы живы и все, и долго здесь задерживаться не будем. Это не конец? Нет, нет, нет. Надеюсь, нет. Только начало. Это просто история. Ну, значит, хорошо здесь. Комфортные условия, новое все-таки. Ну, новое есть новое, оно всегда так. Комфортно работать и медицинскому персоналу, кстати, штат укомплектован полностью. У выпускницы медицинского колледжа Виктории Нагула это первое рабочее место. Нравится все. Вы готовы? Нет, я после колледжа сюда пришла. Это мое первое отделение. Первое место работы? Да, в медицине. Как вы считаете, вам повезло? Да, молодой коллектив. Я сюда и планировала идти. Я знала, что тут открывается новое отделение. Я хотела молодой коллектив. Мы тут все молодые. Но у нас только две медсестры, которые работали, работали, а все остальные после колледжа. Значит, это круто. Да, стараемся, учимся все вместе. Врачи тоже хорошие, помогают, заставляют. Нам предоставили общежитие, очень хорошее. Койко-место, туалет, ванная есть, умывальник. Все, предостаточно всего хватает. Ремонты, благоустройство и модернизация объектов городского здравоохранения продолжаются. Сакцентируем. Уже к концу года в Брестской больнице номер один начнет функционировать аппарат МРТ. Планы амбициозные. Все будет зависеть от того, как будет срабатывать наша экономика. Конечно, завершать надо работы по наружным работам. То, что касается центральной больницы, здесь вы видели, какие фасады. Я думаю, что в последующем году мы для себя запланируем эти виды работы. А дальше будем точечно и планово заходить на ремонт отделений в нашей больнице города. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Новости Бреста.